Жители Казахстана скорбят по жертвам террористических актов. По всей стране приспущены флаги. Казахстанцы отдают дань памяти погибшим в ходе беспорядков с отечественником. На западе Казахстана минуты молчания почтили память солдат, погибших при исполнении воинского долга. В числе тех, кто обеспечивал охрану общественного порядка, были рядовые Мадьяр Кайсаров, который служил в Кызларде, и Айбат Аманов из воинской части в Талдыкургане. Во время массовых беспорядков они получили травмы, несовместимые с жизнью. Их память почтили в подразделениях национальной гвардии. Сегодня мы прощаемся с солдатами, с лучшими нашей республики Казахстанцы на яме, которые выполнили свой воинский долг до конца. Верны воинской присяге и законы избранного президента. Вечная память нашим солдатам. Гибель наших военнослужащих – это невосполнимая утрата не только для их родных и близких, но и для всей нашей страны. Память героев погибших в результате террористических актов останется в нашей памяти надолго. Скорбят по погибшим в ходе террористических атак и на востоке Казахстана. При отражении угрозы в регионе пострадали 69 полицейских и военнослужащих нацгвардии. Жители выражают соболезнования семьям погибших. Хочу в первую очередь сказать слова соболезнования родным и близким погибших в это трудное время. Действительно, то, что сейчас происходит, это на самом деле очень страшно. Мы, естественно, как горожане, как граждане республики Астан сопереживаем всем пострадавшим. В Шымкенте в память о погибших приспустили один из самых больших в стране флагов. Размер полотна 8 на 16 метров. Жители постепенно возвращаются к нормальной жизни. Начали работать магазины и организации. Местные власти заявили о стабилизации ситуации. За последние три дня не было зафиксировано погромов. Сегодня день траура. Для меня это очень тяжелый день, как и для каждого казахстанца, потому что мы вспоминаем эти страшные дни. И я думаю, что никто сегодня не останется равнодушным. Все мы, наверное, прочитаем молитву в память о тех, кто ушел, кто как бы спал жертвой всех этих обстоятельств. И надеюсь, что никогда больше такого в нашей жизни не случится. Всем семьям, кто кого-либо потерял или у кого кто-то пострадал, я могу выразить только искренние соболезнования, что мы все морально, мы все с ними. Если могли бы помочь чем-то, даже физически, мы бы помогли. В Караганде жители передают слова поддержки семьям погибших и благодарят полицейских. В регионе удалось не допустить беспорядков. Сейчас правоохранители продолжают в усиленном режиме патрулировать город. Первый после трагических событий рабочий день проходит без перебоев в работе общественного транспорта и сбоев интернета. В штатном режиме работают торговые площадки. Вот погиб сын этой манши Кудаши. И два года осталось ему служить. Нас забирал в гвардии. Ну что, все плачем, слезы. Я говорю, до сих пор. Жалко, что сына хоронить, сыновей. Мира давайте на земле. Полицейские вообще у нас молодцы. Они защищают нас. Нашу страну, наших детей, наших бабушек, дедушек. Конечно, очень жаль, что так все получилось. Мои все соболезные. Жалко. Молодые, конечно. Для того, что так пережили в Алма-Ате, не дай бог никому. Ну, хочется действительно, чтобы везде был мир такой. Самое главное, молодцы удержали все. Держали все в порядке у нас. Все нормально. Все. Никакого шока у нас не было в Караганде. Слава богу. Отмечу минуты молчания. Якции памяти по погибшим проходят сегодня по всей стране. Амир Хайдаров, Хабар-24. Продолжение следует.